Значит, сегодня мы будем делать видео по замене сцепления на автомобиле Hyundai Geek с двигателем 1.4. 2006 года, помню. Не суть. В общем, мы уже провели подготовительные работы. Мы сняли полностью воздух с гофроискреплением корпуса. Мы сняли аккумулятор, площадку под аккумулятор. Она нам будет мешать. Мы сняли колесо, выкрутили два болта крепления стойки, открутили контрящий болт... Где сам привод? Открутили вот эту вот контрящую гайку с внешнего шруса, отодвинули, вытащили внешний шрус, слили масло. Следующим этапом нам предстоит отключить привод переключения скоростей, вытащить, открутить рабочий цилиндр сцепления, снять стартер. Потом мы доберемся до болтов крепления самой коробки. Ну, об этом чуть позже. Привод переключения скоростей разбирается достаточно просто. Вот сюда. Посмотри, вот она шпилька. Есть с этой стороны? Вот. Одна шпилька и вторая аналогичная вот здесь вот сбоку. Эти шпильки мы вытаскиваем, отбрасываем тросик и снимаем площадку крепления тросиков. Значит, мы открутили привод переключения скоростей. Вот они, два тросика. Свет, камера, мотор. Вот они, два тросика. Вот видно и видно крепление. Значит, мы их отодвигаем, они нам не нужны. Сняли мы две вот такие вот шпильки. Соответственно, две шайбочки, которые прижимают. И два, не тот болт, два болта крепления. Вот, один у нас теперь в яме. Будьте осторожны, не потеряйте вот такие втулки, которые становятся вот как бы это так вывернуть. Вот сюда. Далее мы выкрутили два болта на 12. Открутили один болт на 12 с коробки, с крепления шланга. И сняли рабочий цилиндр с цепления. Вот эти два болта. Соответственно, ничего сложного. Просто вытащили, повесили в сторону. Он нам тоже не нужен. А еще вот эти вот два болта, но уже на 14. Это крепление стартера. Откручиваем ключом на 12. Плюс, который приходит к стартеру. Снимаем направляющий провод. Плюс, который приходит к стартеру. Управляющий провод, просто зажим. Вот эти вот два болта. Выкручиваем, вытаскиваем стартер. А если посмотреть вот отсюда, то мы видим вот верхний болт. Видим болт. Вон там, глубже туда. Видим, видим. Сейчас, нет, наверное, вот с этой стороны. Его отсюда видно, где был верхний болт. Вот здесь был верхний болт, а нижний болт там чуть-чуть ниже. Его можно найти просто, потому что под этот болт еще крепится земля. Корпус. Вот это вот клемма. Вот видно клемму. Вот эта клемма крепится под тот болт, который мы выкрутили. То есть, в принципе, тот болт можно найти, если проследить по проводу. Следующее, что мы делаем. Мы откручиваем. Ну, пока ослабляем. Ослабляем три болта крепления коробки. Далее, ключом на 17, вот отсюда, может быть, видно будет. Откручиваем вот раз. И вот тут вот два. Два болта верхних крепления. Поехали. Значит, идем дальше. Мы выкрутили три нижних болта на 14 крепления коробки к корпусу маховика. И сейчас наша задача открутить нижнюю подушку. На этом этапе мы еще можем не домкратить двигатель. Поскольку двигатель остается висеть на ослабленной левой подушке. Но после того, как мы снимем эту подушку, мы разберем. У нас еще тут будет один неудобный болт. И будем поддомкрачивать двигатель. И уже вытаскивать коробку. Итак, кроме всего прочего, нам будет мешать еще вот эта вот левая защита. Как она называется? Защита двигателя, да, по-моему, левая. Вот. Теперь она нам мешать не будет. Поскольку мы не вытаскиваем правый шрус, то у нас есть еще одна маленькая проблемка. вот здесь. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем посветить. Вот так. А вот так. О! Вот здесь над шрусом еще один болт на 14. Его мы выкрутили. Мы можем видеть, что коробка, в принципе, у нас уже готова уходить, потому что мы ослабили верхние болты. Мы выкрутили еще один болт на 14. Вот с этой стороны длинный. И самое главное это... Пам-парам-пам-пам. Вот там наверху маленький болтик на 10, который крепит пыльник маховика к корпусу коробки. Да, если его не выкрутить, это, пожалуй, то, что будет создавать очень много проблем, когда вы будете пытаться вытащить коробку, а она выходить не будет. Ну что, сейчас мы будем домкратить двигатель. Скорее всего... Вот, кстати, вот такой вот бывает, если ездить без защиты. Как мы можем наблюдать, корпус алюминиевый. Вот. Но достаточно толстый. То есть еще пару раз так проехать, наверное, можно будет. Но только пару раз. Сейчас мы будем домкратить двигатель, окончательно откручивать крепление верхней подушки и вытаскивать два верхних болта. В общем, мы сняли коробку. У нас это заняло минуты-две. Учитывая, что мы поленились и не вытаскивали правый шрус, правый привод, ну, немножко было неудобно. Но, в принципе, мы это сделали. Хочу сказать следующее, что клиент приехал на замену сцепления, но перед этим он говорил, что буквально за неделю у него что-то стало хрустеть. То есть, ну, говорит, какой-то неприятный звук. Вот. Ну, я его поругал, конечно, потому что приехав неделю назад, можно было послушать, там принять какие-то меры. Вот. Ну, а, собственно говоря, сняв коробку, мы видим, что хрустело. То есть, мы видим, как оно хрустело. Мы видим металлические кусочки того, что хрустело. Вот. Это, собственно говоря, заводской подшипник. Ну, как бы... Как бы так. Я не знаю, комментариев нету, потому что, да, судя по всему, мы его еще будем монтировкой выбивать. В общем, скажем так, при таком выживном подшипнике хозяин автомобиля замечал тот факт, что скорости почему-то не включались. И педаль стала какая-то жесткая. Я не знаю почему. Открутив шесть болтов крепления корзины сцепления, мы сняли корзину сцепления. Обнаружили в ней кусочек выжимного, но не полный. И нас стало интересовать, а где же вторая часть? Хм... Ну, так вот же она. Отсюда и ровность лепестков, которые непонятно, каким образом еще вообще живые. Как не пообломало лепестки. Кроме всего прочего, мы можем наблюдать подтянутость на корзине, о чем мы можем сказать, что корзина перегретая. И на самом деле практически ну, не спален, но перегрет маховик. В принципе, если эта машина не для спорта, то он еще поедет. Но маховик, конечно, желательно бы поменять. Но это с одной стороны. С другой стороны, я не сторонник замены маховиков. Потому что заводской маховик балансируется вместе с коленвалом, который стоит именно на этом двигателе. Соответственно, другой маховик, он будет не 100% балансированный. Но вполне возможно, что в ситуации с этим маховиком, ну, наверное, придется все-таки подумать о новом. Вот. Дальше мы можем сказать следующее. Переворачивай. Мы можем сказать, что... Ага, вот тут вот. Вот они метки. Разверни, чтобы было видно. Еще, еще, еще. Оп. Вот. Мы видим логотипы Hyundai KIA. PHC VALEO. Но здесь мы не видим на камере. А так, TB1.6.227.10. Это есть заводское сцепление. На диске сцепления видно чуть лучше. Логотип Hyundai KIA. Логотип VALEO. И где-то здесь был его номер. Но это не его номер. В общем, у нас есть комплект сцепления VALEO. Именно VALEO PSC, которое шло на этот автомобиль с заводой. Новое сцепление VALEO ORIGINAL за номером 826742. Поехали. Здесь мы имеем новый диск сцепления. что там у нас на новом диске сцепления? 0, что там? Не вижу. 0,9 почти, да? 0,8,5. И для сравнения старый диск сцепления. Ну, сначала зрительно, да. Ну, а потом для сравнения штангелем. Здесь мы имеем 0,6. То есть, мы можем предположить, что старый диск уже не пригоден для использования. он немного яйца. То есть, в некоторых местах он еще меньше. Ну, да. Ему, в общем-то, плохо. Больше стерлась его внутренняя часть. 0,7. Вот тут. Ну, он неровный. Поехали дальше. Мусор. Всегда на видео эффектно, когда старый деталь выкидывается в стену, а и появляется такой какой-нибудь эффектный звук. Так. Следующее. У нас есть новая корзина PHC 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 VALUO HD C75 Made in Korea. Это точно такая же корзина, которую мы сняли практически, только чуть с другой маркировкой. Такое же количество лепестков, такое же качество. В общем, она шла с завода. Поэтому деталь есть VALUO ORIGINAL. Дальше в стену. Мы имеем новый выжимной подшипник. Да-да, он должен выглядеть именно так, а не вот так. То есть, ну, разница налицо. И, ко всему прочему, новый выжимной подшипник крутится. как он это делает? Магия и волшебство. Далее. Здесь мы еще должны были быть. Ну, видать, кризис дает о себе знать, потому что в коробке этого больше нету. в идеале в комплекте нового сцепления должна еще лежать направляющая втулка. У нас она осталась со старого сцепления, ну, со старого, с одного из комплектов сцепления. это центровочная втулка, по которой мы будем центровать диск сцепления относительно маховика. Ну, об этом чуть-чуть позже. Новый выжимной подшипник. Производитель. Она, в общем-то, заполнил его смазкой, но мы хотели бы чуть-чуть еще добавить. Добавить смазку вот в эти вот отверстия и чуть-чуть смазать вот здесь на ребрах, потому что по ходу своей работы подшипник все-таки должен более свободно центроваться. Ну, я так думаю, от этого будет мягче. Мы будем использовать смазку для карданных крестовин и подшипников компании LiquiMole с отличной стойкостью к воде и к разиной защитой. Нам его совершенно много не нужно. По консистенции это, в принципе, обычный солидол. Чуть-чуть его туда заложим. Обязательно смажем вот эту внутреннюю часть. Это позволит подшипнику более мягко ходить по направляющей. Теперь нам необходимо вот сюда нам необходимо смазать вот шарнир, на котором будет лежать вилка, опорный палец и промазать еще сам направляющий шток. Здесь я думал кашу маслом не скорпит, поскольку по этой вилке все-таки оно будет ходить. Кипит. процесс установки. Закладываем вилку в пыльник, надеваем, ставим подшипник. Сразу надеваю его на вилку. Сажаем это все на место. и защелкиваем. Все. Здесь процесс установки у нас закончен. Теперь мы будем приступать к установке самого диска сцепления и кользина сцепления. Гаси. Угу. Новый диск сцепления. Значит, как он должен быть расположен? Он должен расположен быть выступающей частью в сторону корзины. То есть, вот таким вот образом. Чтобы было удобнее, мы берем новую корзину, сразу его туда закладываем, продеваем направляющую втулку втулку и приставляем его к маховику. Здесь, в общем-то, промахнуться у вас не получится, потому что на маховике и на корзине есть специальные пазы. В принципе, оно уже стало. Берем болты, которыми выкручивали и наживляем. болтов напоминаю в шесть под головку на двенадцать. Закручивать мы их будем с моментом двадцать ньютон на метр. Книга рекомендует момент в диапазоне от пятнадцати до двадцати двух. Но мы закрутим с моментом двадцать. Если попробовать перевести этот момент на более понятный, то я хочу сказать, что это не сильно. Крышка клапанов на двигателе закручивается с моментом одиннадцать тринадцать. То есть это достаточно такой не сильный момент. Практически от руки и еще чуть-чуть. Большой нагрузки тут нету, поскольку диск сцепления будет держаться на валу. Так, для чего нужна центровка? Центровка прежде всего нужна для того, чтобы при установке коробки передач на место первичным валом мы все-таки попали ровно. По большому счету, если мы все же поставим неправильно и умудримся засунуть туда коробку, нам будет тяжело, мы будем грязно ругаться, но мы установим туда коробку, по большому счету, при первом нажатии на сцепление диск должен отцентроваться. Но в таком случае желательно это бы сделать все-таки на заглушенную машину, чтобы не успеть упылить сцепление. Также мы можем просмотреть между корзиной и диском у нас есть небольшие отверстия, где пальцем мы можем прощупать насколько ровно у нас стоит диск относительно корзины. Пожалуй, центровка закончена. Итак, как я уже сказал, с моментом 20 мы будем затягивать накрест корзину сцепления. То есть, раз, два, три и другие три болта крестом. Момент затяжки я бы все-таки разбил на несколько этапов. То есть, сначала равномерно придавить всю корзину, потом уже окончательно ее затянуть. отверстие и дадим болт притянули остановки дадим болт дадим болт дадим болт дадим болт